Привет, друзья! Я хочу поделиться с вами опытом доводки вот такого китайского крокодила. Да, там устанавливается хитрожопая машинка, которая называется Overlord of Music. Поначалу я впал в ступор и не понял, что с ней делать, как быть и вообще, как это едят. Но ничего, потом разобрался, где-то почитал, где-то посмотрел видюшки. И у меня была проблема, что струны были очень высоко от грифа, и я нашёл, как всё это разбирается. Оказывается, она, я не знаю, какая она в эксплуатации, я ещё не играл никогда на таких, но как бы в демонтаже она вполне логичная, вполне понятная. Здесь, как бы это сказать, всё разбирается нетрудно. Проблема в том, что, да, у нас внутри деки стоит вот такое основание, скажем так, да, в него сюда пендюрится, где она, вот эта вот пружина через вот такую вот распорочку. Вот, с этой стороны, с этой стороны, эту пружину мы подпираем вот этим вот зубчиком, да, вот. Ну и, соответственно, потом вот отсюда вкручиваем винтик, который на сжатии этой пружины работает, собственно, как настройка пружинной компенсации натяжения струн. Вот, соответственно, в стартокастерах вы ставите там 2-3 мелкие пружинки, здесь всё делает одна здоровенная. Вот, ладно, окей. Я решил разобрать, чтобы понять, почему струны-то так высоко. Разбираю и не понимаю, почему у меня вот это вот основание, оно не просто лежит вот здесь вот в своём ложементе, а почему мне, вот здесь даже следы видны, вот здесь и вот здесь, почему мне китайцы прикрутили какие-то лишние пластмасски. Это же как раз даёт лишнюю высоту, да, то есть у меня вот здесь пластмассочка и вот здесь пластмассочка. Не пожалели саморезов. Вот, я думаю, ну я ж не идиот, я эти пластмассочки уберу, и оно у меня ляжет. Вот, и я их, значит, убрал, и понимаю, что у меня это основание ложится прямо на провод земли. То, что вы сейчас видите, это я только что просверлил новое отверстие, да, вот, которое выходит сбоку. То есть вот я вот так вот делаю, оно выходит сбоку, и вот сейчас я вот так этот проводочек туда под основание заведу, и его вот так вот как бы сверху прижму. Китайцы даже заботливо зачистили это место, чтобы оно контачило. Вот, но было так, что у нас основание ложится и придавливает с собой провод, который сходно выходил вот отсюда. Я что хочу сказать про китайский подход, да, и китайскую изобретательность. Вместо того, чтобы на сантиметр правее просверлить новую дырочку, то есть это процедура, которая займёт лишнюю, я не знаю, там, лишние 30 секунд, и приведёт к правильной сборке гитары. Они... Это вот я сейчас не озвучил, просто я перебрал как бы на языке несколько матерных слов, но не озвучил их. Так вот, эти милые люди вместо этого решили прикрутить пластиночку, которая поднимает на несколько миллиметров наше основание, что позволяет проводу пройти под основанием и только здесь его вывести, да. Это приводит к неправильной сборке, к неправильному позиционированию высоты струн. Это занимает, на мой взгляд, даже больше времени, но зато выкрутились, зато выкрутились, ёпы, рассеты. Но вот как бы для меня это дичь. Сейчас я разобрал, пересверлил, соберу правильно. Надеюсь, это вернёт высоту струн на нужную. Ну, в крайнем случае, совсем в крайнем, можно будет под пятку грифа небольшую вкладочку сделать, но, по крайней мере, небольшую, потому что вот там зазор при минимальной высоте сёдел, струны на 12-м ладу были вот на такой высоте. Это дичь.